здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале дионис я александр и сегодня речь пойдет о вот таком вот виски это бурбон maker's mark американский бурбон я давно хотел попробовать честно говоря не пробовал ни разу ну вот попробовал где-то неделька прошла напиток подышал успокоился и сейчас буду делиться своими впечатлениями с вами наливаем дегустационный бокальчик и еще хочу такой вот вариант сделать потому что я помню что некоторые бурбоны которые я пробовал больше мне нравились из обычного стакана так что нальем немного и вот сюда и теперь что бутылку поставим пока вот сюда хочу зачитать выдержку из энциклопедии иркина артузмухамедова что здесь у нас про maker's mark так ну скажу вам что maker's mark переводится как клейму мастера что пишется в энциклопедии спросите практически любого дистиллера в кентукки а его любимом бурбоне и отдав должное собственной продукции он скорее всего назовет maker's mark да и среди жителей кентукки это самый популярный бурбон его тут называют шампанское из кентукки вот но историю мы опустим кому интересно сеть в помощь это долго очень рассказывать я же скажу о том что опять же про вкус говорит иркинтузмухамедов бурбон на основе пшеницы удивительный баланс мягкости легкости полнотельности аромат медово-сливочный с изюмом и тонами кожи послевкусие прямое долгое теплое и нежное крепкость 45 процентов то есть как видите как вернее слышите отзыв самый лестный что ж бутылка очень красивая скажу вам так что вот заливать сургучом но здесь не чистый сургуч а сургуч с полиэтиленом в общем с каким-то полимером для того чтобы он легко снимался ибо настоящий сургуч пришлось бы отбивать вообще молотком или еще чем-нибудь чтобы он отскочил вот стала делать именно эта марка дальше конечно уже сейчас пошли повторы и даже у нас в россии делают знаменитая ависа тоже они делают свои бутылки вот так вот опечатывать бутылка очень красивая дизайн обалденный узнаваемый посмотрим что пишут на контур этикетки судя по всему это чисто конечно фирменная бутылка потому что контур этике . вот такой вот маленький стик контур этикетка вернее тоже все на английском и вот только маленький стикер очень тонко то мелко мелким шрифтом написан вот распечатан у нас и так виски зерновой бурбон maker's mark объемная доля этилового спирта 45 процентов состав вода исправлена висковые зерновые выдержанные дистилляты срок выдержки виски наименьший срок 4 года так ну собственно все здесь больше ничего не написано адрес дата розлива 15 10 21 а я скажу что я читал про этот виски что и неоднократно и здесь один из наиболее выдержанных что касаемо базовых вариантов бурбон здесь где-то порядка шести лет но скорее всего да если пишут что минимум четыре года там максимум может быть скорее и намного больше но в среднем здесь 6 лет здесь четко есть итак я думаю от слов мы перейдем к делу что касается внешности ну темно темная такая вот янтарная жидкость по стекающим ножкам я я стоит что она достаточно плотная пожалуй об этом больше не будем говорить ароматика сладость ваниль все правильно и риска я бы даже сказал буратино или дюшес из детства вот раньше были советские такие напитки есть аромат столярной мастерской то есть какая-то полироль краски лаки на цитоновой основе но очень сильно разбавленные запахом древесины и поэтому достаточно приятные типичный запах бурбона кукуруза сладкая конечно же здесь присутствует попкорн чуть-чуть который изготавливают в кинотеатрах ну пожалуй и все я бы не сказал что здесь какое-то обилие вот как может быть даже в энциклопедии было перечислено что там и изюм и все такое ну то есть какие-то коньячные ингредиенты нет здесь все таки типичная бурбоновость это кукурузная сладость она доминирует и вот эта палитура но все достаточно так сбалансировано и гармонично выглядит ну что ж уже полу народ слюней ваше здоровье дорогие друзья и первый глоточек о градус чувствуется спиртуозность такая достаточно приличная но не послая вот жжение прям глоток обжег слизистую полностью и первое после жжения когда слизистая чуть-чуть успокаивается это конечно же сладость сладость та которая была и в аромате но у меня такое ощущение что здесь может это вот после первого глотка доскажу мысль что здесь менее изысканный и можно на нет здесь вообще нет ничего изысканного скажем так даже в аромате было но здесь меньше нюансов чем в аромате во вкусе но так по крайней мере после первого глотка это сладость после вкусе чуть-чуть горчинка легкая поэтому сразу же второй глоток ваше здоровье да есть какая-то парфюмность и вот именно парфюмы бывают тоже такие которые отдают лаком краской кожей может быть даже сигарой такой прямолинейный парфюм опять же не изысканный честно говоря я смотрел обзоры многих блогеров давно еще когда не придавал значение особая вообще бурбона и там maker's mark всегда вот прям восхваляли его и говорили что вот если там джек дэнил там джим бим это такие вот для прям работников легкой промышленности ну это конечно шутка то есть мы для простого люда тот уже maker's mark там wild tacky вот woodward резерв это такие уже более серьезные вещи и и даже среди них все равно выделяли именно maker's mark вот эту базовую базовый вариант есть у них еще и другие где там 46 градусов и 50 алкоголя но опять же по заверениям обозревающих они не сильно от этого отличаются ну какие-то там нотки есть в пользу тех более дорогих и более крепких релизов но всегда все равно все вот по соотношению цена-качество хвалили именно вот этот релиз вот сейчас я вам скажу свое мнение пока вот пробуя его из этого бокала я бы не сказал что он вот на мой взгляд выгодно отличается от того же джека вот джек мне он как-то вот не знаю роднее что ли ближе но тем не менее наверное еще один глоток из этого бокала и я все-таки хочу сделать глоток вот скажу вам так вот вся эта бутылочка но сколько тут вот наверное чуть меньше половины была выпита именно из рокса так что и мне кажется что вот там как-то было поинтереснее так что давайте наверное отставлю этот бокал возьму вот этот стаканчик и вот сейчас и ароматику и вкус попробуем отсюда так что касается аромата то вот здесь его почти нет да что касается ароматики этот бокал проигрывает очень сильно тут не задержишься носом но давайте попробуем на вкус и так ваше здоровье вот удивительно зато на вкус вот здесь мне нравится больше здесь кроме перечисленных моментов вот пробуя из стакана я ощутил плотность напитка маслянистость его странно вот там этого ощущения это ощущение ко мне не пришло но давайте еще ваше здоровье глоточек и спиртозности здесь намного меньше по ощущениям такое ощущение как будто здесь если напиток 45 процентный то здесь как будто но там 40 41 не более и в связи с чем он пьется намного мягче из вот этого стакана однозначно да аромат здесь прям ой 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 здесь его нет но вкус здесь жжется кусается и в то же время какая-то водянистость здесь же мягкость сладость и плотное такое тело намного приятнее пить этот напиток вот отсюда так что друзья вот никаких изысканных бокальчиков напиток достаточно прямолинеен он однозначно хорош вот и не могу сказать что я бы предпочтел его другим бурбоном потому что цена у него примерно такая же но наверное чуть больше чем у джим бим к примеру так скажем ну наверное примерно так же как джек но может чуть дороже чем чем джек дэниелс но это на сегодняшний день вот единственное что здесь конечно на целых пять процентов алкоголя больше чем вышеозначенных базовых релизах но опять же достоинство это напитка или нет такие уже как бы люди видавшие виды вообще я узнаю некоторых людей которые никакой напиток крепкий но я имею виски и бурбоны и ну да в основном виски и бурбоны и а и ромы вообще говорят что со 40 тысяч процентов то это вообще это ерунда это для новичков это для слабонервных это для собаков то есть эти выше означенные напитки должны быть там или вообще бачковой крепости или по крайней мере повышенной крепости вот я честно говорю и вам я не разделяю это не разделяю много пробовал напитков повышенной крепости да они есть достаточно приятный достаточно интересный но те Те напитки, которые имеют такую, скажем, базовую, обычную 40-градусную крепость, они зачастую, как лично мне, гораздо больше нравятся. То есть, наверное, это все-таки не главное определяющее. Наверное, все-таки главная определяющая напитка – это то, как приятно он пьется, то, какие эмоции вызывает, какие ощущения с ним возникают. Наверное, все-таки вот это. Так вот, по эмоциям и ощущениям это достаточно интересно. То есть, напиток, кто не пробовал, рекомендую попробовать. Ну, а я, наверное, закругляюсь и хочу поблагодарить вас за внимание, за то, что были на канале. Смотрите другие ролики, кто не подписан, подписывайтесь на канал, делитесь комментариями, ставьте лайки. Это очень важно и очень приятно, если есть, скажем, отзыв, вернее, отдача аудитории. Очень приятно получать лестные какие-то, вернее, читать лестные высказывания в свой адрес. Я очень благодарен людям, которые это делают. И приятно читать комментарии. Так что, надеюсь, до скорых новых встреч. Всего доброго. До свидания, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok